Смелость, начало победы, привет и дальше. Сегодня я снимаю что-то прочитанное, завтра я был месяц. И я поделила книги на такие две категории. Это книги в своем натуральном виде и электронном. Про многие из них есть малоодельные видео, ссылки на них, как всегда, в описании. Итак, поехали. Начнем, пожалуй, с натуральных книг. Я прочитала. Сесилию Альфина, свою любимницу, перечитала уже, даже не знаю, в который раз, там, где заканчивается радуга. Те, кто не знают, позор вам, позор, читайте. Эта книга рассказывает о судьбе двух людей. Там много людей, но главных героев вдвое. О судьбе этих людей очень своеобразным способом. В письмах. То есть, письма, открытки, записки, даже переписка в ICQ, в чатах. То есть, все, кажется, что так слов, что это чушь какая-то и ерунда. Но поверьте мне, увлекательнейшее чтиво. Да, это, кстати, я очень не рекомендую покупать книгу именно вот в этом издательстве. Это у нас издательства «Иностранка» от 2012 года. Почему я не рекомендую это издание, хотя оно более симпатичное, чем другое. Есть какое-то другое, я забыла. Здесь очень много ошибок. Вы можете мне на это ответить, что это же письма, то есть, в этом прикол, пунктуация, то есть, что живой человек писал, а не афографический словарь. Все это для живности нет. Не эти ошибки. Именно, допустим, один и тот же абзац, он может повториться в тексте, есть такое. Или, допустим, электронное письмо, кому и от кого адресаты перепутаны. И вот таких ошибок тут достаточное количество. Поэтому в драманном, именно издании я не советую купать. В другом каком-нибудь. Что я прочитала еще? Я прочитала Домаса Гарди, то есть, из рода Терпервилль. На нее есть отдельное видео. Я прочитала «Путешествие в шахматное королевство». Авербах и Бейлин или Бейлин. Авторы. О ней я рассказывала в самом начале видео «Шахматная библиотека моего отца». Также я прочитала Виталий Михаев «Воспытай себе друга». Совершенно удивительная книга. Рассчитана на потасковый возраст. Она как бы делится на два этапа. Нет, на два раздела. Тоже нет. Смотрите. Идет, допустим, на примере. Первая глава. У нас будет «Собака». В художественном поисковании рассказывается, как авторы книги и его семья решили завести собаку. И тут же внизу идет заметка, о чем стоит, об этом стоит серьезно подумать. И рассказ, при каких условиях собака может быть приобретена. Какую заводить собаку, большую-маленькую, какую выбрать. То есть, и вот так на протяжении всей книги. Информация о кормежке, о выставках, о каких-то курьерных ситуациях. И вот так всю книгу. То есть, художественная глава и ту же документальная информация об этом моменте воспитания собак. В начале книги, в переднем фразации и на заднем, существуют породы. Перечень пород с изображениями. И также в середине. Это и есть совершенно удивительная книга. Очень рекомендует, особенно там, где, простите за кайши, там, где есть ребенок и до подросткового возраста, и младшего подросткового, это как, и планируется завести собаку. Вот самое то в таких семьях. Также я прочитала... А что это сделать на соло? Я ее не читала. Или читала? Сейчас посмотрю. Также я прочитала Кунина. История Российского государства. Одинский период на нее также есть отдельное видео. Она сейчас просто там лежит. И теперь перейдем к электронным книгам. Про Луи Даниэль и Апаньелек Симутрао я снимала в совместно прочитанных за октябрь. Две книги про Кота Боба Джеймса Боэна. Также есть отдельное видео. Я прочитала «Бесконечную историю» Михаила Энде. Я думаю, все видели экранизацию. Книжка такая же удивительная, как экранизация. Или эта экранизация такая же удивительная, как книжка. Ну, в общем, я совершенно не пожалела, что я это сделала. И советую всем поступить так же. Андрей Макаревич. Все еще сам овца. До этого была книга, которая называлась просто «Сам овца». Это история самого Андрея Макаревича. И история становления его группы. Очень занимательно. Особенно мне по нраву пришлась первая часть книги, где он рассказывал о себе, о своей семье, о своих особенностях, о том, что с ним происходило. Вторая, как-то меня не очень. Вот первая, меня больше заинтересовала. И буквально сегодня я дочитала «Братья Гримм», автор Герман Герстнер. Это из серии «Жизнь замечательных людей». И книга является подробнейшим жизнеописанием «Братья Гримм», Вильяма и Якоба. Очень занимательное, интересное жизненное описание, начиная с их детства, к их родителям, и заканчивая их смертью и судьбой их детей. И это очень любопытно, познавательно и занимательно. Обратите ваше внимание на эту книгу. На этом всё. Сегодня быстро снялась. Желаю вам прекрасных книг этой зимой. И до скорых книг. Пока.